Здравствуйте, уважаемые зрители! Согласно недавнему репрезентативному опросу, проводимому фондом Кербера в сотрудничестве с научно-исследовательским институтом общественного мнения, 60% немцев высказались против расширения внешнеполитических обязательств Германии, и только 13% респондентов считают, что Мутнесвер должен принимать более активное участие в военных операциях НАТО. Но сообщают ли об этом официальные западные СМИ? В настоящее время стало известно, что верхушка НАТО имеет прямые связи со средствами массовой информации Германии, например, с такими крупными газетами, как Die Welt, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung и даже Süddeutsche Zeitung. Эта связь НАТО и СМИ формируется через Мюнхенскую конференцию по безопасности, Американский совет по Германии, через Федеральную академию политики безопасности и через многие другие организации, в которых руководящие должности занимают главные редакторы и издатели этих СМИ. Кроме того, они даже консультируют федеральное правительство. Так, например, журналист газеты Die Zeit, Йоханн Битнер, написал речь для президента Гаука к Мюнхенской конференции по безопасности, а затем благосклонно сообщил об этом в своей газете. В речи президента, несмотря на результаты вышеупомянутого опроса, содержался призыв к увеличению количества иностранных миссий и расходов на вооружение. Однако есть независимые СМИ, которые предоставляют информацию, не подвергшуюся цензуре, позволяющие задуматься и сформировать свое собственное мнение по поводу происходящего во всем мире. Так, например, газета «Голос за» и «Против» продолжает вскрывать подпольные сети. Потому что последовательное, публичное разоблачение криминальных связей может полностью изменить ситуацию за одну ночь. Итак, не будьте пассивны, просвещайте себя и других и меняйте мир к лучшему. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok